Приветствую вас, на связи Воробьев Дмитрий. И в данном видео мы проведем обзор, что входит в состав комплекта для набора подписчиков 33 онлайн сервиса для инфобизнеса. После того, как вы скачаете данный комплект к себе на компьютер в архиве, разархивируете его, у вас будет вот такой набор из нескольких папок. Также дополнительно будет файл с лицензией, файл с полезными ссылками и блокнот, точнее файл формата блокнота, шаблоны писем для автосерии после подписки. Давайте пойдем с вами прям по шагам и начнем с первой папки баннеры. Но здесь, я думаю, несложно догадаться, что в этой папочке содержатся баннеры популярных размеров, для того, чтобы вы могли размещать их на различных своих ресурсах, либо на сторонних ресурсах, для того, чтобы рекламировать свою страницу подписки. Здесь самые популярные размеры подобраны. 240 на 400, 250 на 250, 468 на 60 и 800 на 100. Важно понимать, что прежде чем загружать данный баннер, необходимо, конечно, вот эту приписочку на русском языке баннер убрать. Я, скорее всего, оставлю их в двух вариантах, либо просто вот эту приписку уберу, чтобы вам не путаться. То есть, они будут просто тогда под номерами, соответственно, своим размером. Идем далее. Следующий у нас блок, следующая папка – это видеоуроки. Давайте ее откроем. Здесь сейчас пока начинаются видеоуроки с номера 2, потому что первый видеоурок-обзор я вам записываю. Естественно, он у вас будет. Значит, какие-то видеоуроки, что здесь вообще из них можно узнать? Если у вас еще вообще нет ни домена, ни хостинга, то урок номер 2 и номер 3 будут вам очень и очень полезны. Потому что здесь вы узнаете, как зарегистрировать хостинг, причем недорогой хостинг. Также вы узнаете, как зарегистрировать домен. Далее. Четвертый урок – это установка программы Notepad++. Если у вас такой программки еще нет, то обязательно посмотрите урок и установите данную программу. Далее идет регистрация в партнерской программе, то есть в моей партнерке. Если вы еще не зарегистрированы, здесь все показано. Следующий урок номер 6 – это как создать доменную почту на Оферхост. Дело в том, что с 1 января 2017 года многие почтовые сервисы, да и вообще все пугали, но по факту так и есть, что с 1 января 2017 года все почтовые адреса, которые используются в качестве обратного адреса в e-mail рассылках массовых, то есть с использованием сервисов рассылок, скорее всего будут попадать в спам. То есть такие письма будут улетать в спам без разбора, поэтому для того, чтобы ввести рассылку качественно, для того, чтобы не попадать в спам, необходимо использовать в качестве обратного адреса электронной почтой в сервисах рассылок доменную почту, которая привязана к вашему основному домену, к домену вашего сайта. Так вот, как создать такую доменную почту на Оферхост? Я прикрепил здесь специальный урок. В принципе, этот урок входит только в продвинутые дорогие версии различных курсов и тренингов, но я решил, что будет справедливо дать этот урок вам тоже в качестве бонуса в данном комплекте. Далее два урока, урок номер 7 и урок номер 8, они в принципе похожи друг на друга. Разница лишь в том, что в уроке номер 7 показана настройка комплекта в сервисе JustClick, а в уроке номер 8 показана настройка комплекта в сервисе AutoWebOffice. То есть в зависимости от того, каким сервисом рассылок вы пользуетесь. Если это JustClick, значит изучаете урок номер 7. Если у вас используете вы сервис AutoWebOffice, соответственно урок номер 8 записан специально для вас. Если у вас еще нет никакого сервиса рассылок, вы не знаете, каким пользоваться, то буквально в двух словах скажу, что сервис JustClick очень классный сервис, интересный, с очень удобным интерфейсом. Наверное, один из недостатков, который можно здесь упомянуть, это то, что он платный. 990 рублей стоит он в месяц. Сервис AutoWebOffice в этом плане, на мой взгляд, это чисто субъективное мнение. Ни в коем случае я не говорю о том, что он хуже, либо лучше. Просто это мое мнение, что он чуть сложнее визуально. Но у сервиса AutoWebOffice есть одно неоспоримое преимущество. Он бесплатный первый месяц. То есть на тарифе free доступно 1000 подписчиков, то есть можно работать с базой до 1000 подписчиков. Далее уже там идут платные тарифы. И первый месяц бесплатно, как я уже сказал, за второй месяц плата взимается в размере 30 рублей. Ну и за последующий месяц точно так же 30 рублей. До тех пор, пока у вас лимит по количеству подписчиков не будет превышен. Вот, собственно и все. А так в остальном, в принципе, они очень похожи. Единственное только, что еще в JustClick встроена уже партнерская программа в сервисе AutoWebOffice. Если вы захотите подключить партнерку к своему магазину, то вам придется также дополнительно доплатить еще 300 рублей. За ведение партнерской программы. Ну а в остальном, говорю, они очень похожи. При желании вы можете посмотреть оба урока для того, чтобы определить, с каким сервисом вы в дальнейшем будете работать. Если у вас еще никакой сервис не зарегистрирован. Идем далее. Письма для рекламы. Здесь находится файл, в котором, давайте я открою, вам покажу. Здесь есть несколько тем для писем. И есть два варианта текста. То есть это, конечно же, шаблонные. Вы должны понимать, что их можно переделать под себя. Но общие черты, то есть вы можете отсюда взять. Следующая папочка у нас это страницы подписки. Здесь есть страницы подписки для трех популярных сервисов. Это сервис Goodly, сервис JustClick и сервис AutoWebOffice. Давайте покажу на примере, например, AutoWebOffice. Откроем. Здесь есть основные три папки. И есть файл индекс. Это то, что нужно будет, вот файл индекс нужно будет отредактировать. Далее все, которые я сейчас выделил, три папочки и файл индекс заархивировать. И закинуть на хостинг. Но это я все показываю в видео уроках. Остальные вот эти все файлы, они вспомогательные. Все то, что названо по-русски, то есть русскими буквами, это все относится к вспомогательным файлам. Потому что их на хостинг загружать не нужно будет. Но еще раз повторюсь, что в видео уроках вы все это посмотрите. В данных файлах просто указаны рекомендации, чтобы вам было удобнее и быстрее настроить страничку подписки для вашего сервиса. Соответственно, вы выбираете страницу, редактируете ее, загружаете на хостинг. И после этого уже сможете с ней работать. Файл лицензии. Здесь описано, что вы можете делать с данным комплектом, что вы с ним делать не можете. Файл с полезными ссылками. Но также вы посмотрите его в процессе настройки комплекта. Мы к нему несколько раз будем обращаться. Все это есть в видео уроках. Где что там брать. И также шаблоны писем для автосерии после подписки. Опять же, в процессе настройки вам потребуется настроить автоматическую серию писем, для того, чтобы данная серия отправлялась вашим подписчикам на полном автомате, после того, как они оформят подписку на специальной странице. Ну что ж, вот так выглядит изнутри комплект для набора подписчиков. 33 онлайн сервиса для инфо-бизнеса. Все, что вам осталось, нажать на кнопку. Поэтому нажимайте на кнопку. Вы видите кнопку, и вам следует на нее нажать. Жмите на кнопку. Жмите на кнопку. На кнопку жмите. Давай, жми уже на кнопку. Закроется предложение. One time offer. Жми на кнопку. Молодец.